Что-то кончается, что-то начинается. Подошла к концу трилогия о Ведьмаке длинною в 13 лет. В 2003 году малоизвестная компания CD Projekt Investment создала подразделение CD Projekt Red для разработки игр по мотивам серии романов Ведьмак Анжиа Сапковского. И вот 31 мая выходит последнее дополнение к последней части трилогии. Лучше всего Кровь и Вино описывает анонимный комментарий, который я увидел где-то на просторах интернета. В то время как одни выпускают дополнения под видом отдельных игр, другие выпускают отдельные игры под видом дополнений. Вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько минут я вам буду рассказывать о дополнении, которое вполне может считаться отдельной игрой. Матыльки Уж свернутся у реки Только путик не смеет и в окно всё глядит. Кто же от гули его защитит? Итак, сам Третий Ведьмак вышел год назад. Осенью CD Projekt предоставил нашему вниманию дополнение Каменные Сердца, которое действительно было именно дополнением, потому что добавляло на карту Новиграда, Аксинфорта дополнительную область, которая органично вписывалась в оригинальную историю, и вы могли попасть на неё в течение основной сюжетной линии. А вот Кровь и Вино — это отдельная карта наподобие Скеллиге из оригинальной игры. В данном случае это княжество Туссент, кто читал актологию Анджея Сапковского в курсе, что Туссент — это вассал Нильфгардской империи, там правит княгиня Анна Генриетта, и часть сюжета романа «Владычица озера» проходила в этой замечательной стране, окружённой горами. Что в книге, что в игре, Туссент — это некий собирательный образ средиземноморских стран, Италии, Франции, мир вина, рыцарей, вечного солнца и беззаботной жизни. И на самом деле вот это дополнение Кровь и Вино получилось беззаботным, несмотря на то, что главная сюжетная линия таит в себе страшную тайну, собственно, как и несколько побочных. Здесь нет вот этой плохой погоды из основной игры, где бури гнули ели, частенько шёл дождь, небо заволакивало тучами. Я, конечно, даже и не помню, был ли дождь вот в этом дополнении Кровь и Вино, по-моему. Нескончаемое солнце, хорошая погода, зелёная трава и голубое небо. Да, я не зря сказал, что вот это дополнение Кровь и Вино выглядит как отдельная игра, потому что даже если вы не проходили основную игру, вы можете прям сразу начать всё равно играть в это дополнение. То есть вы купили основную игру, купили это дополнение и вам в начале игры предоставляется возможность начать там с 35 уровня прямо в этом дополнении, пожалуйста, без проблем. И это, кстати, вполне естественно, потому что наши приключения в Ту-Сенте вообще никак не связаны с событиями основной игры. Тут даже не будет ни одного персонажа из оригинального третьего Ведьмака. У меня прохождение этого дополнения заняло, судя по статистике Стима, 30 часов. При этом стоит оно действительно как дополнение, 800 рублей. А до выхода можно было и за 700 купить. Оригинальная игра вообще продавалась со скидкой в 500 рублей. Я откровенно до сих пор не понимаю людей, которые играют в Ведьмака на пиратских версиях. Ценовая политика CD Projekt такова, что тут можно, блин, на пирожках в школе сэкономить. Но отблагодарить создателей такой огромной глубокой игры, которые ещё и не стараются с нас снять, извините, последние штаны. Тут не жалко ни единой копейки, по-моему. Ну и, естественно, в дополнение могут играть и те, кто прошёл оригинальную игру и прошёл дополнение Каменные Сердца. Просто у вас появляется новый квест и, выполняя его, вы постепенно перемещаетесь в туссент. Замечу, что перед выходом дополнения появился большой патч версии 1.21, который внёс очень много изменений, особенно в интерфейс игры. В принципе, стало удобнее, но поначалу, конечно, было непривычно. Особенно удобно стало тем, кто играет с геймпада, то бишь таким, как я. Я вообще считаю, что в экшен-игры даже на персональных компьютерах надо играть с геймпада, потому что просто удобнее. А в стратегии, конечно, с клавиатурой и мышкой. Так вот, этот новый патч практически всех прошедших основной квест ограничил 40-41 уровнем. Ну, там просто округлился опыт. У меня, например, был 40 уровень, а само дополнение рассчитано на 35-й уровень, начиная с 35-м. Так вот, я вам рекомендую отправляться в Тусэнд именно с 35-м уровнем. Вообще, я в очередной раз пожалел, что проходил третьего Ведьмака на предпоследнем уровне сложности. Я вот недавно, ну там, зимой, когда начал играть заново на последнем уровне сложности, игра играла совершенно другими красками, намного интереснее и сложнее. Но вот тут дополнение, так как я прошел игру все-таки на предпоследнем, то и дополнение он проходил, да еще и уже прокачанный на 40-м уровне. В общем, легковато, легковато. Однако, не поймите меня неправильно, все-таки Ведьмак, он про приключения. Когда тебе интересно находиться в мире, ну, да, убиваешь ты монстров, не заморачиваясь. Ну, что поделать? Зато тебе интересно это все равно делать. Тебе хочется узнавать, что стоит за этими, там, убийствами, за нахождением сокровищ и так далее и тому подобное. Еще, кстати, видел, как игра вышла, такие претензии к дополнению, что, типа, вот, мол, нету вау-эффекта, как-то не удивляет меня кровь и вино. Ну, тут, конечно, CD Projekt уже огребают полной ложкой благодаря успеху третьего Ведьмака. От них уже теперь постоянно ждут новых оригинальных идей. Я вас сразу предупрежу, если вы не играли еще в Кровь и вино, ну, собираетесь, не ждите от этого дополнения свежести в плане квестов и вообще игровой механики, что ли. Это все тот же третий Ведьмак. Видимо, поэтому и Кровь и вино выходит дополнением, а не четвертым Ведьмаком. У вас также будет основной квест, также будут побочные квесты, также будут отдельно квесты на убийство чудовищ Ведьмачьи, также отдельно у вас будет на поиск сокровищ. Абсолютно ничего нового, как и ничего нового в прокачке персонажа. Хотя, конечно, разработчики старались, но тут уже проблема в том, что Ведьмак и так стал убер-юнитом, блин, неубиваемым монстром на самом деле. Уже нету ячеек, куда просто пихать новые очки опыта, поэтому разработчики создали такую штуку с мутациями Ведьмака. Там вы проходите определенный квест, и у вас появляется возможность приобретать мутации, причем эта мутация может быть использована только одна, хотя открыть можно их множество. Каждая мутация стоит даже не одно очко умения, а несколько, там сначала два, потом четыре, в общем, много очков умения, но на самом деле это просто хоть куда-то вкладываться, потому что на самом деле на сороковом уровне Ведьмак уже и так самодостаточен, и я вот сейчас понимаю, что дополнение можно и без этих мутаций проходить совершенно спокойно. Точно так же уже некуда и деньги тратить, поэтому сразу в начале дополнения вам выдают личную винодельню, которую вы можете обставлять, правда не по своему вкусу, а просто отдаете деньги управляющему, и он там закупает что-то делать. Я поначалу, конечно, испугался, что будет как в Фоллауте, где нас опять заставят из палок, веток, фекалий утопться и еще чего-нибудь строить себе хижины и, блин, развивать поселение, но нет, тут намного все проще и слава богу. Просто еще одно место, куда вам надо тратить деньги, а с деньгами лично у меня в Ведьмаке никогда проблем не было, так что вы обставляете свое жилище, можете там картины повесить, ваши доспехи на специальные стойки разместить и ими любоваться. Ну, я не любитель такого, конечно, мне достаточно было того, что просто есть место, где у меня собрано все необходимое, где я могу получить бонусы к доспехам, к оружию, плюс после улучшения вашего жилища сон в этом доме будет вам тоже определенные бонусы давать, там, к здоровью, к выносливости лошади. Но по-хорошему, опять же, я повторю, вот если бы этого ничего не было, и даже если бы Геральт больше не прокачивался выше в уровнях, то вы спокойно могли бы играть дальше, можете дальше, даже, я может даже рекомендую, чтобы посложнее было, просто вот вы получаете уровень, но не вкладываете очки умений ни во что и так играйте. Все-таки Ведьмак 3, он не совсем ролевая игра, для меня это приключение, адвенчура скорее. Не знаю, как это, хорошо или плохо, каждый может решить сам для себя. Это история, интересная история, в которую мне нравится погружаться, в которой мне нравится быть. И вот Кровь и Вино – это еще одна глава этой истории. Да, в Тусенте, конечно, царит идеальное лето. А лето, как мы знаем, это маленькая жизнь. Чтобы она оказалась как можно насыщеннее, Двагис и Москвариум запустили новый проект. В 39 городах Двагис показывает подборки мест для отдыха на открытом воздухе. Рестораны с летними верандами, площадки для пейнтбола, страйкбола и лазертага, беседки с мангалами, трассы для картинга, теннисные корты и другие места. Выбирайте развлечение по душе на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Ну что еще изношист отметить? Появились грандмастерские доспехи ведьмаков. Кто играл в оригинального ведьмака, наверное, помнит, что там можно собрать доспехи школы волка, школы змеи, школы грифона, медведя. Они там еще уровни определенные имеют. Вы там выковываете мечи этих школ, доспехи до уровня мастера. И тут внезапно в Тусенте оказывается когда-то жил грандмастер, к нему прибывали ведьмаки со всех школ и раскидали мелкой россыпью по всему Тусенту чертежи грандмастерских доспехов. Ну, я играл в доспехи школы кота, потому что это легкий доспех. Я играл через быстрый бой, поэтому легкий доспех в этом плане самый лучший. Но нашел чертежи всех грандмастерских доспехов. Плюс ко всему вам дают еще и чертеж доспехов мантикоры. Причем он сразу грандмастерского уровня, не надо проходить все стадии. Тоже отдельный квест, тоже типа если вам некуда деньги девать, вот вам пожалуйста. И мало вам этого, вот вам еще и возможность доспехи раскрашивать. Да-да-да, добавили в дополнение куча всяких вещей в стиле Майнкрафта, 4-го Фоллаута. Но в отличии от 4-го Фоллаута, тут хоть сама игра есть, понимаете? Приключения, квесты, интересность. И это называется дополнением. Это не... CD Projekt не выпускает это как отдельной игрой, поменяв цифру в названии. Потому что по механике, по всему прочему, это реально все еще третий Ведьмак. Хотя совершенно другая местность, совершенно другие квесты и персонажи. Если кто-то остается, это Ведьмак. Визуально, конечно, это все выглядит шикарно. Ну, я думаю, даже это не стоит на это обращать внимание. Вы просто все это видите на своем экране. Кто бы сомневался. Не знаю, может хватит уже медом мазать? Давайте о недостатках расскажу. Их тоже тут есть, конечно же. Но игре они не мешают. Ну, во-первых, все-таки, да, уже чувствуется отсутствие новых идей. Каким бы ни был шикарным третий Ведьмак, ну, всегда хочется чего-то нового. Всем хочется оригинального, чтобы постоянно все было нового, новое, необычное. Тут этого нету. Сам основной сюжет, ну, по-моему, несколько притянут за уши все-таки. Многие конфликты, извините уж, высосаны из пальца. Как и мотивация некоторых героев. Да и вообще, на самом деле, я понял, кто будет, ну, зачинщиком всего этого практически в самом начале игры, когда нас насиновали в первой таверне, которой, вот, мы останавливаемся в Туссенте, нашел записку кем-то обронен, даже не записку, а там какое-то позвание, типа панфлет. Я практически сразу догадался, в чем будет конфликт этого дополнения. Ну, я думаю, вы тоже поняли, что по названию «Кровь и вино» тут будут присутствовать вампиры. И вот сейчас небольшой спойлер, поэтому прошу тех, кто либо прочитал уже книжную актологию про Ведьмака или ее еще читает, ближайшие 10 секунд промотать. Так вот, в игре появляется Регис, который в книжной версии Ведьмака, в романе «Владычица озера» погибает. Причем, как бы мне не рассказывали о том, что он вампир и умереть не может, на самом деле, по-моему, Сапковский совершенно однозначно описал его судьбу. Но я считаю, что создателям игры вот это все многое простительно. Ну, решили они его сюда втянуть. Почему нет? С другой стороны, что сам сюжет все-таки, ну, так себе, на троечку. Вот не сопереживал я героям почему-то. И вообще, все-таки, вот в Туссенте чувствуется такая расслабленность уже некоторая. То есть, это дополнение для тех, кому все еще мало было Ведьмака. Вот, поиграйте. И на этом, я думаю, уже третий Ведьмак нас с вами отпустит. Уже, как бы, достаточно будет. Все еще продолжают меня дико раздражать боссы в третьем Ведьмаке. Основные. Вот тут именно проблема, опять же, в том, что разработчики не могут придумать, как нам сделать сложно. У меня тут вопрос, может, и не стоит этого делать. Ну, главный босс дополнения Кровь и Вино, собственно, как и главный босс Каменных Сердец, берет не своей какой-то необычной тактикой, а просто потому, что мы не в курсе, как он будет действовать. То есть, мы в обязательном порядке раза три умрем, чтобы просто посмотреть, какие у него суперспособности есть во время боя. А потом тупо, долго закликиваем его мечами, боремся с ним. И я вот, когда я его прошел в итоге, я, по-моему, здоровье вообще не потерял. Просто потому, что я уже знал, как он действует. Но сам бой раздражает лично меня очень сильно. Просто потому, что ты умираешь из-за незнания, что этот босс сейчас будет делать. Меня такая сложность не устраивает. Почему вот обычные монстры действуют как-то с выдумкой? Те же утопцы тебя как-то окружают? Призраки необычно пытаются тебя обмануть? А боссы вот занимаются таким, яхт говоря, читерством. Но на самом деле мои вот эти все придирки, это просто придирки, потому что я журналист. Я должен быть объективным и рассказывать о недостатках и достоинствах. Все равно CD Projekt задали новую планку. Год назад они задали новую планку в создании игр, в создании приключений. Сейчас новая планка в выпуске дополнений. И просто вот смотришь на кровь и вино, а потом смотришь на те дополнения, которые вышли и выходят к четвертому Fallout, которые выходят ко второму XCOM. И ты понимаешь, вот где разработчики игроков уважают, вот к тебе относятся с уважением. А где просто зарабатывают деньги. И тут надо сказать большое спасибо CD Projekt не только за прекрасную игру и дополнение к ним, но и за то, что они задают новый тренд в выпуске игр. Теперь уже сложновато будет другим студиям выпускать откровенный шлак и просить за это большие деньги. Конечно, ситуация прям вот сейчас не изменится, но Ведьмак показал, что не самая большая известная студия может, во-первых, выпустить офигенную игру, во-вторых, продавать ее не за дикие деньги, в-третьих, заниматься ее поддержкой, постоянно выпускать вовремя патчи, в-четвертых, делать качественные, большие и интересные дополнения, снабжая их новыми идеями. В то время как одна студия, не буду называть, но начинается на B и заканчивается на CESDA, уже 14 лет выпускает одну и ту же игру. И еще одна студия, название которой начинается на Юбе, заканчивается на софт, выпускает одну и ту же игру много лет. А тут появляются поляки. Каждую новую часть своей игры делают оригинальной, совершенно не похожей на предыдущую, а потом еще и такие вот шикарные дополнения выкатывают. В общем, в то время как признанные авторитеты просто купаются в кризисе идей и зачем-то в свои игры начинают вставлять симулятор куклы Барби. Блин, я просто до сих пор офигеваю от воспоминания, что первым дополнением ко второму XCOM был набор шмоток, то есть логика Фераксис. У нас короткая игра с хреновым искусственным интеллектом, давайте выпустим еще больше одежки, чтобы оперативники XCOM выглядели как панки или хипстеры. В это время логика CD Projekt. Мы выпустили огромную игру, в которую люди играют сотнями часов, в которой куча квестов и прочего всего, а давайте мы выпустим еще два дополнения, которые добавят в эту игру еще десятки часов. Никогда не меняйся, Гера. Прошу тебя. Вот что вам, какой вам подход больше нравится? И почему так происходит? А я вам скажу, потому что нефиг залазить на YouTube и смотреть, что самые популярные видеоролики по Майнкрафту. Поэтому, а давайте-ка мы во вселенной нашей игры всунем что-нибудь, что позволит игрокам строить. Они же любят Майнкрафт, значит это повлияет на продажи. Нет, ребята, на продажи повлияет то, что вы выпустите оригинальную и интересную игру. Все, этого достаточно. В ней даже могут быть баги, ошибки и баланс кривоватый. Но если в игру интересно играть и она оригинальная, вы сорвете куш. Вот проблема только в том, что не у очень многих получается. Но у CD Projekt получилось. Слава богу. Я как игрок чрезвычайно доволен. Спасибо компании. Жирная пятерка с плюсом за всю серию Ведьмака. Жалко, конечно, немножко с ним расставаться. Но будем ждать Cyberpunk 2077. А вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные, оригинальные и интересные игры. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Спасибо, что засоряли до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества до более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok